Публикую материалы о Рюрике, о Рюриковичах, о истории Древней Руси и о Гедеминовичах. В частности, я высказываю разнообразные свидетельства, размышления и утверждения касательно того, что Гедеминовичи – это ветвь Рюриковичей. Я знаю, что на данный момент далеко не все историки и ученые сопутствующих дисциплин далеко не все признают такой факт. Во-первых, тут есть и политические соображения. Например, московиты, естественно, не хотят признавать, что, соответственно, в то время, как у них правили калитичи, которых они по лжи, в общем-то, поздних калитичей считают рюриковичами, в то же время в Руси, в Великом княжестве Литовском, Жематийском и Русьском правили, в общем-то, рюриковичи. Пусть и не по линии Владимира, но по, в общем-то, линии его брата Ярополка. То есть, по сути дела, более законная даже ветвь, потому что, напомню, многие такие кровавые события молодости Владимира связаны с его войной против Ярополка. В ходе войны Владимира против Ярополка осуществился такой сюжет. По совету своего старшего наставника Добрыни или Добряна, по разным источникам, Владимир обратился в Полоцк, где княжил Рогвалад, и у Рогвалада была договоренность о ближайшем браке его дочери Рогнеды с Ярополком. «Владимир, придя туда, или не знал, или ему было пофиг, и он потребовал Рогнеду за себя». Ему поступил, естественно, отказ. В летописи приводится фраза «не хочу раздевать рабынича». То есть, здесь идет отсылка к, в общем-то, не княжеского происхождения матери Владимира. И якобы за такое оскорбление Владимир, в общем-то, очень жестоко взял и уничтожил, по сути дела, и сам город, который, правда, потом восстановился, но так или иначе, все равно. Ту версию города Владимир уничтожил и, по сути, уничтожил род Рогнеды. Владимир насиловал саму Рогнеду, пока его воины убивали ее братьев, убивали ее отца и мать. Правда, оказалось, что Рогнеда на тот момент уже была беременна от Ярополка. Владимир или это не знал, или сразу не понял, или как, но позднее, чем дальше, тем больше, он понимал, что его, тот, кого он считает своим, по сути дела, первым и основным, как бы, преемником и первым сыном, он больше похож на его брата, и в нем есть все родовые черты, которые есть в его, в общем-то, роду, но у него нет никаких нюансов от родственников Владимира по матери. Поэтому под конец жизни Владимир арестовал Ярополка и также не хотел передавать престол, точнее, он арестовал святополка сына Ярополка, вот этого, который родился от Рогнеды, и он также не хотел передавать престол Ярославу другому своему сыну, тоже от Рогнеды. Только вот если святополк, получается, был только приемным сыном Владимира, а биологическим сыном Ярополка, отчасти, возможно, об этом свидетельствовало даже его имя. В общем-то, если анализировать те имена, которые Рогнеда давала своим сыновьям, то, скорее всего, она и закладывала в них некую программу по дальнейшей победе над Владимиром. Например, ну, понятно, что сын от Ярополка получил имя святополк в честь Ярополка и Святослава, его отца. Далее, другой сын получил имя Ярослав. Это другая комбинация, по сути, тех же корней, которые присутствуют в имени Ярополка и Святослава. Яра от Ярополка, Слав от Святослава, Ярослав. И еще один сын – это Мстислав. Мстислав может прямо указывать на то, что Рогнеда готовила его как отмстителя, в общем-то, по отношению к Владимиру. Однако взять меч предстояло другому сыну Рогнеды, а именно Изяславу. После этого события Владимир отослал и Рогнеду, и Изяслава в Полоцк, и, по сути, в Полоцке утвердилась династия Изяславичей, которая очень быстро, практически вышла из общединастических процессов взаимодействия Рюриковичей. Хотя Изяславичи, как, получается, правители автономного государства в составе империи Руси, все равно в политике участвовали, все равно некоторые союзы заключали, некоторые войны вели, но уже было видно, что они выделились в такую субдинастию. И, по сути, другая ветвь. Ведь когда Ярослав победил Святополка, Святополк бежал. Бежал, как в некоторых территориях говорится, между Чехами и Ляхами, то есть на территории, в общем-то, Южной Польши, это территории, которые практически до XX века имели значительное население русинов. И дальше он перебрался как раз на территорию Литвы. Неизвестно, я не могу свидетельствовать, что конкретно сам Святополк. Святополк, скорее всего, погиб в битве, но вот уже его потомки обосновались на территории Литвы, в частности, там обосновался Сколополк. Откуда был вытянут корень Скол, не совсем понятно, но, скорее всего, это корень как Сокол. И позднее также все эти корни в именах их чередовались. Они вспоминали имена вообще каких-то древнейших князей, таких как какой-нибудь Миндоуг, это отец Аттилы. Вспоминали еще какие-то древности, вспоминали и об аспорских князях, которых и по линии Архескопоридов, и по линии Полимоновичей считали своими предками. То есть, видимо, какие-то такие достаточно древние летописи как раз потомки Святополка сохранили, перевезя их, видимо, еще из Киева. Другую летопись по свидетельству дипломата и вообще ученого Речи Посполитой, собственно, Матея Стройковского, тогда Болеслав Храбрый вывез из Киева. Поскольку в 1018 году Болеслав Храбрый, в общем-то, помогал Святополку воевать против Ярослава. Там были сложные обстоятельства, и у Святополка и Болеслава был проект по воссоединению государств. И вот в той летописи, кстати, говорилось о том, что Киев как минимум перестраивался или переосновывался в 430 году нынешней эры. На эту дату указывает и краткий летописец, а это времена как раз последние годы правления Миндаугаса древнего, также известного как Маждак, Маджак, то есть древний князь, отец Аттилы, брат Роаса, отец Влада или Бледы и Аттилы. И если вот такую летопись перевезли в Польшу, то понятно, что и в Литву перевезли очень много чего и всего интересного. И поэтому более поздняя династия, которая уже стала известна как Гедеминовичи, через одного брали себе имена каких-то вообще князей из достаточно глубокой древности. Но это уже тоже отдельная история. Но, кстати, именно вследствие этой истории Елена Глинская, которая с некоторыми из этих князей контактировала уже в более поздние времена, она принесла идею Московию выстраивать очень длинную генеалогию прямо от Боспора, от Сицмарагдыуана, связывать это все с Римом и с Вавилоном и вообще черт пойми, что творить. Ну вот если в московицком случае это все по большей части основано на лжи и присвоении себе чужого, то в литовской части, в общем-то, это было вот такой вот древней историей. Вот такой вот древней историей, просто чрезвычайно длинной памятью этой династии. Позднее известен князь Скаломенд. В общем-то, его корень, первый корень его имени Скол отсылает к Скалополку, а второй корень Менд практически как у Мендаугаса, то есть это корень мыслящий, менящий, то есть разум по сути. Ман, если по-древнеиндоевропейски ман, по-древнеиндоевропейски это им человек, ман, как в английском языке, и разум, от чего мнение, то есть размышление, состояние ума, ну и много чего другого. Так вот, я эти все темы побочно в разных видео упоминаю, но некоторые те люди, которые или не ознакомливаются полноценно с моими материалами, или даже если типа и прослушивают, то не запоминают, не хотят в это верить. Так я же не прошу верить. Полазите сами, почитайте эти все дела. Но им и лазить где-то, изучать это тоже лень. Они скажут, дай нам цитату на Моисея, а если нет на Моисея, то хотя бы на Нестора, где вот Нестор конкретно пишет, что Гедемин это конкретно потомок Рюрика. А что, нету у тебя цитаты из летописи Нестора? Значит, ты лжешь. И при том, что как бы Нестор жил чуть-чуть другое время, а им пофиг. Вот им нужна цитата или Нестора, или Моисея, или там, не знаю, Платона с Аристотелем, Геродота. Вот не могу им привести цитату Геродота. Все как бы. А то, что как бы нужно было бы почитать и Геродота, и Плиния, и Тацитая, и Амиана Марцелина, и Прископанийского, и Иордана, и Прокопушкина, Кисаряшечкина, и многих других. Может быть, даже нужно было бы быть другими людьми, тогда на славянские языки давно уже перевели бы и одного, и второго Олимпиодора. А Олимпиодор, вот тот, который больше написал, чем тот, который меньше написал, он также очень много интересных свидетельств о гуннах написал, но пока этот текст есть на греческом, есть на английском, на французском, ни на одном из славянских языков, насколько я знаю, этого текста нет. То есть, нашим людям и московитикам при всех их новых хронологиях и нашим, и белорусам пофиг. И это очень плохо. А между тем, сейчас я возьму повесть временных лет и на основании анализа материалов повести временных лет попытаюсь сделать некоторые выводы относительно того, кем была Литва для Древней Руси, для Киевской Руси, как наше государство называется, в общем-то, в официальной исторической трактовке. Беру, собственно, с российского сайта российский перевод Лихачева, по-моему, сейчас точно это дело открою, чтобы меня не обвиняли. Чем надо и не надо. Мда, Лихачев. То есть, в принципе, этот сайт, вот этот источник, данный перевод считается некой классикой. Поэтому, что ж, давайте, давайте отследим Литва повесть временных лет. И так, первое упоминание Литвы. И после этих братьев, то есть, после Киевщика и Хариева, стал род их держать княжение у полян, а у древлян было свое княжение и у Дреговичей свое. Это уже времена, когда древняя древицкая держава распалась на древлян и Дреговичей. А у славян в Новгороде свое. Почему они названы славянами? Потому, что это множество разных славянских народов, которые там перемешивались. Поэтому называть их какими-то лютичами или ободритыми или теми же полянами или северянами было бы неправильно. Это Мишанина там и Савиров, конечно же, было, до гибели с половиной. Там были волыняне, там были разные западные славяне, Руян куча была просто с половиной. Но так или иначе, вот тут у нас перечисление разных в общем-то нюансов. Дальше. А другое на реке Полоте, где палачане. То есть палачане это по сути отдельный как бы субэтнос, субнация Киевской Руси. И упомянуто, что на протяжении какого-то времени, вот после Киевщика и Харива, существовали как бы государства порознь. Отдельно у полян, то есть по сути Киевская держава, осколок Антской державы, разделенная надвое была древлянская, 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 драгувитская держава. В общем, было вот прототип Новгорода. Кстати, непонятно, что здесь имеется в виду, то ли Новгород реально, который Ильминский, то ли все же Новгород Северский. Но если здесь как определенный этнический центр, то скорее всего все-таки Ильминский. Дальше собственно Полоцкий центр. Дальше также упомянуто существование Кривычей и их центр как бы Смоленск. Но это тоже отдельная тема. И в вариантах этого места есть вообще то, что собственно как бы а нет поляков условно говоря. Но поляки поляне и даже вероятнее всего с палачанами видимо здесь была путаница. Кстати, таким путем можно предположить, что древние палачане были в общем-то выселкой полян. И на это есть другие указания уже в текстах рахманской традиции, но это снова же отдельная история. В общем-то северяне далее. А на Белозере сидит весь. А на Ростовском озере меря. А на Клещеевом озере также меря. А по реке Оке там, где она впадает в Волгу Мурома говорящая на своем языке. И Черемисы говорящая на своем языке. И Мордва говорящая на своем языке. Вот только кто говорит по-славянски. На Руси поляне, древляне, новгородцы, палачане, дряговичи, северяне, бужане, прозванные так, потому что сидят по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие народы, дающие дань Руси. Чудь, Меря, Весь, Мурома, Черемисы, Мардва, Печора, Ямь, Литва, Зимогола, Корсь, Нарова, Ливы. Эти говорят на своих языках. Они от колена Иофетова и живут в своих странах. В общем-то, колена Иофетова это библейское представление, которое объединяет в себе и индоевропейцев, и финоугров, и еще много кого. Хотя, как бы, реальных-то финоугров создатели библейской концепции никогда не знали, поэтому они, наверное, считали, что в Евразии есть только индоевропейцы, и вот, собственно, есть хамитские народы, народы Африки, семитские народы Ближнего Востока и ефетические, то есть, получается, народы Севера для еврея, для Израиля. Но когда еврейская религия пришла на наши земли, нашему Нестору или даже его предшественнику пришлось и сюда как-то приносить эту тему. И коль-сколь не было там еще одного брата какого-то Угра рядом с Иофетом, то пришлось и собственно, ну, балские народы это понятно, они тоже индоевропейцы. А вот финно-угорские также пришлось к индоевропейцам пришивать. Что тут важно? А важно тут колоссальная подлая вонючая ложь московитов. У меня как бы нет реально вот такого количества эпитетов, которыми можно было бы качественно характеризовать московитскую гнилостность и подлость в этом вопросе. Смотрите, что здесь перечислено? Что есть народы, которые дают Руси дань. Это уже на тот момент, когда по большей части все восточные славяне сформированы в государство Русь как бы как бы в основную его часть. У государства Русь есть вообще самая-самая внутренняя часть. Так называемая Русь в узком смысле этого слова или Малая Русия или Выкраинная Русия, то есть Украина. Есть Русь в общем-то в широком смысле. Она расходится от по сути дела белых хорват и волынян до соответственно северян это на юге также такие южные южные из восточных славян народы как уличи тиверцы также тут на юге у нас присутствуют в составе Руси а на севере доходит таким условным пунктирными выселками до Эльменского озера там вот этот Новгород в землях Балтов находится собственно Полоцк и также небольшая выселка видимо былых полян ставших палачанами ну и в общем-то Кривычи которые также являются смесью одного из древних славянских родов с некоторыми выходцами из западных славян еще Радимичи там же и Вятичи такого же генезиса и вот их буквально там чуть ли не по несколько человек на сотне финоугров присутствовало однако они этих финоугров подчинили поэтому в общем-то их как бы государство их княжество считалось что они как бы славянские но большинство там было финоугров тем не менее они все равно были включены в Русь а новыми пактеотами то есть народами которые как бы автономны но платят дань Руси признают верховенство киевского князя и в случае чего должны оказывать военную и другую поддержку Руси вот такими новыми пактеотами говорю новыми потому что в более ранних поколениях Руссию считался буквально Киев и территории вокруг него а уже даже те же самые древляне лэндзяне и другие считались и северяне в частности считали и кривичи они считались пактеотами Руси но позже понятие Русь как в государственном смысле на них также было расширено хотя когда они говорили там собственно отправляясь в Русь они имели ввиду что они как раз отправляются ближе к Киеву и вот собственно на территории Руси в узком смысле этого слова в государственном смысле они были частью Руси но как бы Руси в узком смысле этого слова они себя никогда не считали ну это как например во времена существования британской империи собственно индусы были получается гражданами британской империи и обычный индус мог сказать я подданный ее величество и собственно британец коренной тоже мог сказать я подданный ее величество но когда они уже начали бы говорить про соответственно Гандхар или про допустим Уэльс то собственно житель Гандхара никогда не сказал бы что он англичанин а житель Уэльса сказал бы ну типа я англичанин ну в общем-то я валиец а у нас англичане это как бы тоже Англия в крайне узком смысле этого слова так что как бы это вопросы сложные и их нужно изучать научно а не а не так как это любят московитики под пивко под водочку однако прошло время те народы были включены непосредственно в Русь а те народы которые оказались уже вокруг этой расширенной Руси это собственно Чуть Меря Весь Мурама Черемисы Мордва Пермь Печора Кстати Пермь это видно все-таки часть Перми какая-то а еще не вся Великая Биармия Дальше Ямь Литва Зимогола Корсь то есть Курши Нарова Ливы эти народы хоть и говорят на своих языках и по сути сохраняют свои автономные околоэтнические государства прото-государства племена так или иначе у каждого из них есть свой князь и этот князь платит дань Киеву поэтому можно говорить о том что это государство собственно в родоплеменном смысле этого слова и вот в чем заключается ложь московитов так это в том что они территории чуди мери веси муромы черемисы мордвы иногда также перми печоры обозначают в составе Руси если вы возьмете российские и даже наши украинские атласы по истории в общем-то Руси вы увидите что все вот эти народы закрашены тем же цветом ну или обведены тем же контуром что и Русь а это является ложью даже согласно российского перевода повести временных лет потому что здесь четко сказано что это другие народы это другие народы которые да платят Киеву дань но по сути сохраняют полную свою автономность так вот что интересно что в этой лживой московицкой трактовке которая была разработана еще во времена российской империи и с тех пор далее продвигалась в советском союзе навязывалась и существует к сожалению и сейчас вот эти финно-угарские народы они обозначаются в составе Руси а балские народы вот эти народы они не обозначаются в составе Руси если вы откроете вот атласы по собственно истории Руси вы увидите что рядом на Балтийском побережье эти народы могут быть обозначены могут быть не обозначены даже но они не закрашены тем же цветом которым закрашена сама Русь как государство и которым закрашены вот эти финно-угарские народы то есть таким путем московиты хотят сказать что их финно-угарские предки это как бы былая часть Руси а собственно балтские народы это типа что-то совершенно другое какие-то совершенно чуждые народы однако видим что согласно повести временных лет эти народы такие же пактеоты Руси как и ранее перечисленные финно-угарские идем дальше молитва молитва это не та литва это молитва не надо нам молитва нам нужна литва молитва 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 да сколько можно этих молитв вот еще вариант это даже по моему раньше надо это раньше это вообще самом начале повести временных лет это там где как раз перечисляются и эфетические народы и здесь собственно собственно нам это по сути не надо однако здесь в общем-то литва упомянута ну да получается с рядом с другими балтскими народами вот собственно ляхи и пруссы и чуть сидят возле моря варяжского то есть получается если по такой логике пришел бы рюрик из ляхов условно говоря из пруссов все равно бы считалось что он пришел от варяг но ладно это уже отдельная тема сейчас же хотел сказать исключительно о литве которая согласно повести временных лет была таким же автономным государством составе руси или можно сказать что народ литвинов был таким же пактеотом руси как и многие другие но а поскольку этих народах сохранялись их дохристианские верования то когда пришла орда именно той ветви династии рюриковичей которая ушла в их земли и оттуда попыталась вести свою политику максимально было удобно воссоединять земли руси поскольку в отличие от тех княжеств руси которые в общем то были полностью пропитаны христианской агентурой а христианская церкви поначалу имела свои счеты с татаро-монголами однако позднее она с ними очень очень тесно снюхалась буквально в самом самом раннем начале еще пока монголы шли к нам можно сказать христианская церковь их чуть-чуть побаивалась а потом христианская церковь уже сама помогала им осваиваться на наших территориях ну и под конец когда уже часть их в общем то большая часть их осколков их былого государства стали принимать ислам то тогда христианская церковь опять их возненавидела а весь в общем то этот период от того как они с ними еще далеко за уралом договорились до того как при хане узбеки они начали принимать ислам христианская церковь всячески поддерживала татаро-монгол поэтому только из литвы и из польши где в литве была ведическая вера а в польше был католицизм и католики были против татаро-монгол и представители ведической веры были против татаро-монгол это обусловило то что именно польша и литва стали удобными центрами с которых по сути дела литовские рюриковичи то есть гедеминовичи пытались снова собрать русь а напоминаю что польский король егайло по происхождению был рюриковичем то есть гедеминовичем и только в связи с тем что он договорился с польской шляхтой вступил в брак с едвигой и тогда принял христианство католическое христианство только так в общем-то он стал королем польши а так по происхождению он не происходил ни из пястов не из каких-либо других польских знатных династий он происходил из литвы так как бы как можно там полякам говорить что они там поработили русь нет просто русь можно сказать использовала польшу для создания альтернативного центра консолидации виду того что было ее владение на территориях и на угров поддались прогнулись под орду а как бы киев был слишком близко от этой орды и а киев во-первых управлялся потомками владимира которые были христианами а значит были беззащитными против интриг христианской церкви но в общем-то киев относительно близко возле владений орды и таким путем неудобен поэтому и данила голицкий и едеминович и и позднее уже едеминович и севшие на польский трон в общем-то использовали те территории как опору для своих попыток снова собрать пересобрать русь в общем-то